Добрый день, дамы и господа. Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре россиянин, житель Краснодара, член самообороны Одессы, организатор протестных акций на Кубани Пётр Любченков с темой «Освободительное движение в России». Здравствуйте. Меня зовут Пётр Любченков, я магистр психологии. В данный момент я попросил убежище у власти Украины. Рассказать хочу о том, что в России сейчас любые протестные акции, любые движения, которые критикуют власть самым жестоким образом, преследованием. И в данный момент я очень сильно обеспокоен судьбой краснодарцев, которые организовывали и принимали участие в акции «Марш за федерализацию Кубани». В данный момент на 5 человек возбуждено ФСБ по Краснодарскому краю, уголовные дела. И трое человек находятся в изоляторе ФСБ, сейчас идет следствие. Двое находятся в Украине, это я и Вячеслав Мартынов. Вячеслав Мартынов, он тоже, ему удалось убежать из Краснодара, хотя пока он ехал в Украину и приходил к его родственникам с обыском. И сейчас он находится в Харькове, и тот тоже член Харьковской самообороны. И попросил тоже политическое убежище в Украине. Ну, задавать мне такой вопрос, наверное, интересный. А можно подробнее о марше федерализации Кубани? Что это было, когда это было, сколько это было людей и вообще? Ну, это была, ну, скажем так, попытка организации митинга, который Краснодарская мэрия не разрешила, запретила. Сейчас в России любые митинги, любые акции должны получать разрешение. И если разрешение не получено мэрии, то это считается экстремизмом. И людей могут просто арестовать даже просто за попытку организации митинга. Того, либо другого. Даже просто выйти на пикет, держа Конституцию Российской Федерации, является преступлением в России. И людей хватает. Идея основная была в нашей акции за федерализацию Кубани показать вообще абсурдность требований Кремля к украинским властям о федерализации Украины. Потому что сейчас, по факту, в Российской Федерации нет никакой федерации. И это, наверное, было основное наше преступление. О том, что мы раскрыли эту тайну. О том, что Российская Федерация на данный момент не является федерацией. И сама попытка об этом говорить даже вызвала такую очень сильную, бурную реакцию властей. Акция была назначена на 17 августа. Мы совместно с сибириками решили в один день, в этот же день, на 17 августа, был назначен марш за федерализацию Сибири. Мы с ними связывались и по телефону, и в интернете. И решили в один день провести акции и на Кубани, и в Сибири. И уже на этапе подготовки этой акции включились московские власти, московская прокуратура, наши группы ВКонтакте и в других соцсетях были блокированы. То есть, со стороны России, жители России не могут их читать, не попадает табличка, что заблокировано по решению московской прокуратуры. Одна из активисток, Дарья Полюдова, была за два дня до акции арестована по сфабрикованному обвинению в хулиганстве. Несмотря на то, что самый активный участник был арестован, мы все равно продолжили и продолжали призывать людей выйти на эту акцию. И затем, на 17 августа, пришло немного людей, потому что мы решили, что это будет не митинг, потому что это запрещено. До самого последнего момента мы старались, чтобы это было в рамках законодательства Российской Федерации. И решили, что это будет акция в форме народного схода. То есть, просто люди приходят без плакатов, без звукового оборудования, без лозунгов, просто прийти и поговорить. Пришло где-то там 30-40 человек на этот народный сход. При этом активно велась пропаганда среди так называемых путинских антифашистов. И там просто разгонять, разгонять эту акцию. Один из них напал на Вячеслава Мартынова с пистолетом в руках их. Обоих задержала полиция, причем. Путинского активиста отпустили, сделали потерпевшим, несмотря на то, что много фотографий, видеозаписи. А Вячеслава Мартынова тоже в обвинении в хулиганстве тоже был арестован сначала на 15 суток, как и Дарья Порюдова. Дарья Порюдова после отбытия своих 15 суток административного ареста таинственным образом исчезла из изолятора для административно арестованных. Потому что пришли встречать ее родственники по окончании срока и другие активисты, и Дарья не вышла, и им сказали, что она взяла свою вещь и ушла домой. И только после угроз полицейским о том, что они обратятся в прокуратуру, что вообще происходит, они сказали, что ее уйзло ФСБ в свой изолятор. И сейчас она там и находится. А что ей инкриминируется? Ей инкриминируется несколько статей, в том числе сепаратизм. Она первая в России, которая по новой статье уголовной, на которую возбудили уголовное дело по этой статье за угрозу нарушению территориальной целостности России. Хотя в наших требованиях к этой акции не было такого требования. Там были довольно невинные у нас лозунги о том, что больше самостоятельности региону, изменение распределения налоговой базы. Был еще такой пункт о защите этнических украинцев на Кубани и защите их прав и права также пользоваться украинским языком на Кубани. Много людей на Кубани являются этническими украинцами и знают украинский язык. Там очень много этнических украинцев, исторически так сложилось, что Кубани основали украинцы. При этом там странная ситуация. Пополовина станиц говорит на смеси украинского и русского, на суржике. При этом они себя называют русскими, говоря по-украински. Так и есть. А сейчас там еще много беженцев с Востока, поэтому сейчас там много украинцев. Все-таки можно ли как-то спрогнозировать протестное движение в России, исходя из современной ситуации? Потому что, по-моему, она только ухудшилась. Да, да, конечно, даже еще когда только готовилась аннексия Крыма, многие политологи, оппозиционные говорили, что вся эта истерия и вся эта кампания против Украины приведет к тому, что внутри России станет еще меньше свобод, и режим будет еще жестче. И так и случилось на самом деле, потому что сейчас многие заняты поиском врагов народа, которых называют экстремистами, террористами. Нас, организаторов акции за федерализацию Кубани, вот уже в сентябре я внесли в список экстремистов и террористов. И там определенные санкции, кто находится в этом списке существует, в том числе блокировка кредитных карт, и мою, в частности, карточку тоже заблокировали. Будет все только, если вы говорите о прогнозе, то все будет только хуже. И, к сожалению, я считаю, что такой рубеж какой-то пройдет, когда только изнутри России силами активистов оппозиционных можно было что-то изменить внутри. То есть я считаю, что сейчас уже поздно, и нужна помощь измены, в том числе этим активистам. И, в том числе, и от Украины тоже. Я думаю, Украина должна помочь тем, кто противостоит политике Путина внутри России, для того, чтобы изменилась ситуация и в России, и в Украине, и во всем мире. Потому что я считаю, что сейчас путинский режим – это угроза не только Украине, это для всего мира, на самом деле. Ну, а на самом деле, я потеряю мысль. Сегодня на российских ресурсах утром, вот я смотрю, утром у меня начинается с российских сайтов, честно, прозвучала такая информация, что в Узбекистане закрыли несколько российских каналов. То есть угроза войны, которая ведется в Украине, война в Украине угрожает остальным бывшим союзным республикам. Ну, за исключением, возможно, Прибалтики, потому что там уже надо. Вот. И я так думаю, что те же союзные республики, они чувствуют это все, и поэтому закрывают сайты, закрывают российские каналы. Вот насколько велика российская пропаганда, вот в такой, не в Москве, а в Питере, потому что мы постоянно регулярно общаемся с жителями столичных регионов, а именно вот в глубинке, да, в провинции. Насколько велика она? Очень велика там вообще не осталось оппозиционного телевидения, либо телевидения, которое другую точку зрения представляет. И воздействие этой пропаганды очень большое. Я думаю, до 80% людей, ну, в частности, в Краснодарском крае, свято верят в то, что здесь в Украине фашисты, фашистская хунта, и Одесса – бандеровский город. Бандеровцы едят по православным младенцам. Мы иронизируем, но там это… Они даже не понимают, что так на эту тему. Даже находясь еще в Краснодаре, и я начал агитировать людей за Украину и против политики Путина, что вызвало тоже бурную реакцию. И даже у людей, которые меня много лет знали, они говорили, что фашист, почему ты за Украину, если ты за Украину, значит, и фашист. К сожалению, воздействие пропаганды не только на жителей Кубани, и здесь, в Одессе, я вижу людей, которые смотрят российское телевидение и повторяют эту поселевшую. Я думаю, что основная угроза для Украины – это даже не путинские танки, и не военные, которые убивают украинских граждан, а именно эта психологическая война, информационная война, которая ведется. И эта причина, на самом деле, это именно российские каналы подстрекают людей к терроризму, к убийству, к противостоянию власти. Я хотел бы, чтобы в Украине тоже больше внимания уделялось тому, чтобы заблокировать эту пропаганду. На самом деле, это страна-агрессор сейчас, Россия, к сожалению, для Украины. У нас обвиняют в недемократичности, в том, что были запрещены российские каналы, нас укоряют в том, что мы такие недемократичные и становимся патриотарными, я запрещаю по российские СМИ. Да, я понимаю эту риторику, двуличную во многом, потому что в России запрещены не только эфирные каналы, блокируются сайты, блокируются группы ВКонтакте. В частности, на своем опыте я увидел, как это делается. Очень быстро все блокируется. И свое информационное пространство Путин очень тщательно охраняет от любого воздействия. С другой стороны, я обвиняю, наверное, украинские власти о том, что мало блокируется. Мало блокируется эта пропаганда, потому что в интернете я призываю к тому, чтобы это было заблокировано. Я думаю, законодательства антитеррористического достаточно для этого. Потому что это подстрекательство к терроризму, пропаганда к терроризму. Я думаю, что вообще в России не осталось средств массовой информации. Остались пропагандистские органы, которые выполняют функцию, поставленную Кремлем. То есть их задача не информировать, а манипулировать, пропагандировать, воздействовать. То, что сделали сейчас российские так называемые СМИ, наверное, это такая подготовка бойцов, которая ведется, психологическая подготовка бойцов. Когда показывается враг, показывается, ну, в таком утрированном виде, военная пропаганда, для того, чтобы легче было убивать его. И большинство людей в России превратилось в таких убийц, украинцев, потому что в них кипит ненависть, праведный гнев. И это сделано целенаправленно, целенаправленно. То есть к войне подготовились. И, к сожалению, Украина мало защищается от этого оружия Путина. И говорить о том, что блокировать вражескую пропаганду, это не демократично. Ну, не знаю, для меня это все равно, что не надевать бронежилет, потому что он взял идея человека, он в нем надевает бронежилет, когда в него летят пули врага. И это то же самое. Например, во время Второй мировой войны Англия была тоже демократическим государством. И при этом там была невозможна такая пропаганда в гитлеровской Германии. Я думаю, это разные режимы функционирования общества. Если общество ригидно, то есть действует одинаково во всех ситуациях, то оно погибнет просто и будет разрушено. Это как организм. Организм выживает, когда больше способности к адаптации. И если меняется ситуация, то должно меняться и поведение, в том числе и демократического государства, когда оно находится под агрессией прямой, тогда оно должно включать другие режимы. Режимы обороны, в том числе информационные. Я понимаю тревогу некоторых демократов в Украине, майтановцев, о том, что возможно злоупотребление, блокирование в интернете, например, ресурсов. И власти начнут блокировать все и вся. И при этом все равно призывают к тому, чтобы информационное пространство Украины было защищено. Я сюда приехал, я хочу здесь жить, и хочу быть тоже защищен от этого расистского мира, который пытается пробраться сюда, в Одессу. У меня был вопрос, чем вы занимались на Кубани по профессии, и когда вы решили организовать эту акцию, вы были готовы к тому, что вам придется движать из страны? Дело в том, что я явился организатором этой акции, уже находясь в миграции. То есть отсюда организация любого мероприятия, это работа за компьютером и работа на телефоне на самом деле. Ну, еще может потребоваться курьер, чтобы что-то куда-то отвезти. Я уехал в начале лета из Краснодара, потому что за мои посты в Фейсбуке, ВКонтакте на меня стали поступать заявления от граждан Краснодара. Они даже объединились там против меня. И, как я говорю, доносы, в ФСБ, в полицию. И когда ко мне уже пришли полицейские по этим заявлениям, они тоже, как и сейчас, в Краснодаре так принято сначала делать административный арест, в это время готовится уголовное дело. Я тоже был арестован в Краснодаре, то есть 10 суток краев в том же изоляторе, в котором держали, Дарью Павлю Дову в августе, и Вячеслава Мартынова. И после того, как я вышел из этого изолятора, я решил, что нужно уехать. И находясь уже здесь, в Одессе, из Одессы, я был организатором этой акции. И для меня удивительна позиция некоторых российских граждан, которые говорят, что я могу сделать один против системы. На самом деле даже один человек очень много может сделать, и даже находясь за пределами России. И тоже призываю, что все зависит от каждого человека, от нас, от наших действий. Поэтому я убежден, что помощь извне российским активистам очень нужна. и это будет эффективно и полезно всем. Я только приехал, в том числе в интервью про Кубанскую Народную Республику, а мне говорили, что ФСБ пришлет кого-то и тебя убьет здесь, в Одессе. Такая опасность есть, но если жить руководством страхом, то жизнь не будет хорошей. В самообороне Одессы учусь воевать. Я когда-то был мирным человеком, я говорил, что я психолог, работал психологом, никогда оружие в руках не держал, уже находясь в Одессе, когда российские войска уже оккупировали Новоазовск, и пошло прямое вторжение, и я решил, что мне не это нужно. Уметь владеть оружием, уметь воевать. Я научился стрелять с автомата и многим другим вещам. Многие одесситы приходят к самооборону Одессы на Канаду-35 и проходят там обучение. Кто-то готовится к тому, чтобы добровольческий батальон поехать, кто-то готовится защищать Одессу от оккупации. На случай оккупации. Потому что в конце августа это было уже очень вероятно, когда пошли войска. Здесь рядом Приднестровье, где тоже много российских военных. Поэтому угроза вторжения в Одессу, в том числе оккупация Одессы, она есть. И нужно быть готовым. Мои патриоты идут и готовятся. Готовятся к тому, чтобы с оружием в руках защищать свою свободу. И я тоже. Я очень-очень рад. И мне помогают мои друзья из самообороны Одессы. Мне это очень тепло. Это планируете вы вернуться в Россию? Такой же вопрос мне задали в миграционной службе, когда я попросил убежища. Один из последних вопросов был, какие условия вашего возвращения в Россию. Я думаю, это арест Путина и смена все-таки власти. Или другой вариант, это мы освободим Кубань от власти Москвы. И Кубань будет свободна. Это тоже будет хороший повод вернуться. Если не всю Россию, то хотя бы какую-то часть. Может быть, вы хотели бы что-то сказать особое для одесситов? Как вам город? Мне очень-очень понравился город. Намного более интеллигентный, интеллектуальный уровень выше у одесситов, чем, наверное, в среднем по России.